Всем добро пожаловать, мы продолжаем проходить Ассасинскрит Одиссея. Мы, значит, получили лук. Вот эта вот женщина друзила, его нам сделала взамен на услугу, что я ей помогу вернуть древесину. Разбойники то, что там ей не дают, что-то древесину, короче, и вот наше задание сейчас будет принести ей древесину. Но сначала, конечно, надо поговорить. Договор. Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться. Договор. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Ты знаешь, где искать разбойников? Я ремесленница, а не следопыт. Они где-то в горах, это всё, что я знаю. Попробуй начать с лесопилок. Вокруг множество лесов. Эти деревья не подходят? Я работаю над новым луком. Более гибким, а значит, долговечным и дальнобойным. Для него нужны деревья, что растут высоко в горах. Я накажу разбойников. Уж постарайся. И побыстрее. Я разберусь с разбойниками и в два счёта верну древесину. Обещаю. Потерпи. Ха! Знал бы ты, сколько Марко скормил меня обещаниями, не говорил бы так. Так, я тебе помогла. Теперь пришла твоя очередь. Без сучка из Адоринки. Найти места нападений и исследовать их. Вот такое вот у нас задание. Давайте, значит, посмотрим карту. Сразу мы это задание как бы делаем, чтобы оно показывалось на карте. Так, тут идти-то недалеко совсем. Сейчас мы по дороге вот здесь пройдём. И, так сказать, будем на месте. Фуабас. На исходную позицию. Побежали. Эй, баран, отвали! Нападение произошло тут. Огляжусь. Да я уже тоже вижу первую подсказку. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. На запад, значит, да? Может, тут ещё где-то подсказки есть? По идее, три подсказки. Да, где-то должно быть. Лесной склад. Найдена новая область. Отлично. Здесь ничего нету. Нет, вот есть. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко. Может, тогда по следам, что ли, пойдём? Может, где-то в той стороне ещё подсказочка будет, да? Следы. А где они здесь были-то вообще? Область расследования у нас. Мы должны найти нашу древесину. Но она как бы не наша. Но будет наша. Так. Оттуда я пришёл, значит, туда следы явно не ведут. Здесь вон деревья есть. Уже как бы отспиленные. Тем более на 250 метров, да? Но... Это что, волк? Дальше 250 метров смысла искать нету, потому что... Всё. Вон там древесина тоже лежит. И тележка. Склад древесины. Найдена новая область. Отлично. Нужно быть осторожным. Я подкрадусь к ним. А кто этого мужика уже убил? Ах ты, волчара, позорный. Мягкая кожа. Баранчика убили. Ой, да белый волк. Да вы откуда берётесь, твари? Подумаешь, барашка замочил на шашлычки. Опасайтесь элитных врагов. Это типа элитные враги были? Что-то не особо они похожи на элитных. Э! Ты так... Фистор? Ты взялась, тварь, откуда? Убейте не менее 50 противников. Афинский нагрудник, второй левел. Только что стрела главная была у неё в башке и куда-то исчезла. Это что такое? Ну вот это я уже понимаю. Это уже мощь. Не то, что какое-то моё дрищинское... Броня какая-то была дрищинская. Это и есть лагерь разбойников. Как раз то, что надо. Раз, два, три. Здесь мы должны найти древесину, да? И убить разбойников. Ну, в принципе, убить разбойников это... Изи. Убейте главаря разбойников. Я уже убил. А, видимо, это и был Фистор. Глава разбойников. Я не знаю, откуда она прибежала. А тут есть, допустим, какой-нибудь двуручный меч? Или я хочу с копьём вообще ходить? Как за Леонида. О, у него трусы в крови стали. Собака! Молодец. Я тебя тоже вижу. Это тебе некуда бежать. О, что это такое? Ярость у него, что ли? Ой. Ну, я, главное, попал в него. Убью. Пустая амфора. А у этого что-нибудь есть? Обычная стрела, семь штук. Что, ядовитые стрелы, что ли? Я не понял. За каких нахер богов? Собака, вторая? Ещё лягухи квакают. Убить разбойников? А где-то ещё кто-то есть, что ли? А, вон он. Ходит. Сам сдохни. Хвачу немного древесины. Старуха не поверит мне на слово. Железо. Одно железо. Мы подобрали. И, собственно говоря, мы очистили этот этот лагерь, где добывают древесину. Почему-то мне всегда кажется... Ух ты, вы видели? Вот почему-то мне когда кажется, всегда кажется то, что там есть какие-нибудь кракены, водяные монстры, циклопы всякие, здоровые такие вот игры, где про древнюю Грецию и всё такое вот. Всегда кажется то, что всякие вот мифы о древней Греции, там вот это, то, что всё присутствует. Перчатки наёмника. Отлично. И древесину мы подобрали. Хотя, мне кажется, здесь тоже что-нибудь такое есть, потому что допустим, Black Flag. Там есть корабль призрак. Тоже вот как бы персонаж, который ну не может быть. Здесь, я думаю, там или кракен, или что-нибудь такое подобное что-нибудь есть. Осьминог здоровый, наверное, по-любому есть. Но это надо плавать на кораблях. Но это всего лишь мои догадки. Я не знаю, что там есть. Потому что я простой игрок. Ну ладно, чё, короче, давайте погнали. Вернём, значит, древесину. И, наверное, выполним ещё какое-нибудь одно задание. Потому что с этим заданием мы, собственно говоря, быстро справились. Скак он недоступен. Почему? Побежали. А прикиньте, здесь есть реально здоровый циклоп, который там где-нибудь живёт в какой-нибудь пещере. И ест реально людей. Вот если вспомните, там есть такое кино старое, где там ещё циклоп был. Ему там ещё, короче, он там ещё дверь закрыл, там людей, короче, поймал. Не помню, как это называется. Ему там глаз, короче, выкололи. Вот прикиньте, тоже здесь что-нибудь подобное будет. То, что мы там поплывём, короче, в этот путешествие и, короче, приедем к циклопу. И надо будет с ним драться, он будет как бы боссиком. Да это же воитель Маркуса. Ха, неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашёл разбойников и отправил Каиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наёмнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь, так что вот. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слово. Не верится. Мы разные, хотя работаем вместе. я верен слову. Бери плату. С Маркосом не делись. 1100 опыта мне дали. А как я могу с ним опытом поделиться? Я же перчатки ещё взял, почему я их не одел? Вот они. Но это уже лучше, чем ничего. Вот такой вот мы Центуриончик. Так, ну мы выполнили задание без сучка, без задоринки. Это как бы у нас идёт око за око сюжетное задание. А мы давайте выполним ещё какое-нибудь дополнительное. По сути, у нас вот близко есть задание по стопам богов. Давайте мы его и попробуем выполнить. Голодные боги вот ещё есть задание. Жуткая лихорадка тоже есть задание. Как бы надо всё выполнять, а здесь ещё что-то есть. Бродячая акула. Типа надо, наверное, акулу-людоеда убить. 42 метра до человека, который выдаёт задание. Здесь мы пройдём аккуратненько, никого не трогаем. Все люди нормальные, все люди хорошие. Могучий Кефал, молю тебя, пошли нам защитника, того, кто достоин твоего копья. Помоги своей жрице в час нужды. Звала? Ах! О, Алексиос, я испугалась. Зачем ты ищешь защитника? Мне нужен боец, что вернёт копьё Кефала. Я изучала надписи, выгравированные в святилище. Похоже, копьё спрятали в пещерах под Кефалинией, когда основали этот храм. Ты можешь отыскать его, скажи. Я награжу тебя. Если копьё ещё там, я найду его. Что ж, тебя прислал Кефал. О каком копье речь? Алексиос, разве в детстве ты не слышал эту историю? Мне было не до историй. Что ж, может и так. Но ты знаешь, что Кефал основал Кефалинию и был предком Одиссея. Это копьё подарок богов. Оно всегда попадало в цель. Должно быть, убив копьём жену, он и спрятал его. Зачем он метнул такое копьё в жену? На охоте он услышал шум в кустах. Решил, что это олень. Очень грустно. Опасная вещь. Ну, только если бросать в кого-то. Зачем тебе копьё? Ты ведь не думаешь стать солдатом, правда? Нет, конечно. Представь, сколько людей придёт в храм, узнав, что здесь хранится копьё Кефала. Нам пригодятся их пожертвования. Восстановим святилище, накормим голодных всами. Итак, где копьё? Похоже, оно где-то в пещерах, глубоко под Кефалинией. К северу отсюда есть вход. Сперва поищи там. Маловато сведений. Ты совсем не веришь в богов. Если Кефал пожелает, ты найдёшь его копьё. Сделаю, что смогу. Спасибо. Я подготовлю место в святилище. Новое задание по стопам богов. Собственно говоря, надо найти копьё. Давайте посмотрим карту. Такая карта, блин, как бы не очень она мне нравится особо. Так, что это за задание? А, это про акулу. По стопам богов. Вот оно задание. Давайте, кстати, я его сразу выделю. Все Одиссея, мир. Сразу выделим. Нам надо вот сюда идти, но здесь недалеко. Неоткрытое местоположение заодно откроем. Посмотрим, что там такое. И зачем мне его вызывать? А он может вот так вот открыть, кстати, местность? Оно видимо здесь, наверное. как раз это копье видимо как раз вот в этой падине или как-то назвать вообще можно. Пещере, короче. пещера 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 Мелисани. видите, видите, у нас даже метка показывает, что надо туда идти. Такой типо вид от первого лица стал, потому что я очень близко к экрану. пещера пещера давайте Драхмы, Драхмы, Астракон, бездонное озеро. Собираешься нырять? Все жители острова считают, что это самое глубокое место. Но ходит легенда, что озеро на побережье Калиаса и вовсе бездонное. Ты найдешь меня, если сможешь нырнуть так же глубоко, как мраморная женщина. Так, надо выйти теперь наружу. Давайте заодно посмотрим лук. Я думаю, это будет довольно интересно. Итак, вот он лук. Я его могу одеть? Ой, могу. Крутяк. А что значит УВС? Надо как-то расшифровать. Для гравировки посетите кузнеца. С этим тоже, да? Вот это я понимаю. Теперь у меня есть более лучшее оружие. Еще бы найти какой-нибудь меч, например. Что, давайте еще посмотрим, что на дне есть вообще. Где-то еще должен быть сундук. Тут вот один мы нашли. Его так-то было нетрудно найти. Этот сундук. Здесь получается выход, да? Оба-на. Что, я нашел? Я в прошлый раз и не заметил то, что здесь есть. Дальше вход. Видимо, нам туда. Я так думаю. Куда идти-то вообще? Я, блин, куда-то поплыл. Думаю, дыханием не хватит доплыть. Если вокруг... Темно, удерживайте Т. А, блин, я в воде пытаюсь огонь зажечь. Вот я, конечно... Дурачок. Так, тихо, здесь не пройти. О, отлично. Выплыл я. Давайте посмотрим, что здесь вообще находится. Я, конечно, думаю, сундук там в воде. Это просто я выплыл подышать. И нашел... Огонь какой-то. Надеюсь, вон тут что-то можно взять. Ну-ка, что это у нас такое? Три железа. Хорошо. Хорошо. Надеюсь, меня еще не заметили. Надеюсь, кто-то есть? Вот сундук. Я его нашел. А если я его убью? Она заметит? Можно было бы хотя бы камушки кидать там или что-нибудь? Надо подождать, пока... Кто-нибудь один уйдет, чтобы я позвал его... Свистком. А-а-а-а. Я тоже вижу, откуда летят стрелы. Собственно говоря, я их сам пускаю. До свидос. До свидос, пипиндос. Что, все, больше никого нету? Я один из живых остался. Ржавая бу... О, тихо, тихо. Ржавая булава, ну-ка. Где она? А-а-а. Нельзя использовать. Слишком ржавый. Фигово. Их, наверное, надо у кузнеца, типа, починить. Кабани-клык. Волчья шкура. Починить же их можно будет потом? Так, тихо. Куда надо идти-то? Сундук-то где-то я видел только что. Вот он, вот он, вот он, сундук. Копьё кефала. Сандалики. Акулии зубы. И область исследована. Это здорово. Давайте еще посмотрим снаряжение. Ботинки появились. Вот это уже лучше. Греческие сандалии. Хорошо, хорошо. Опять в сумке у нас. Бездонное озеро как раз у нас это здесь. О-о-о-о. А что это не показывает, что такое? Владелец копья должен выбирать жертву с умом. Согласно легенде, это копьё подарили кефалу боги. Что в нём особенного? Оно всегда попадает в цель. А я его могу себе оставить, например. Акулии зубы. Острые как бритва. 328. Стоит. Вот это я понимаю. Вот это сила. Убойная сила. Драхмы. Здесь тоже драхмы. А я здесь могу, например, где-нибудь выйти, допустим. Или надо только возвращаться по обратному пути? Интересно, а что они тут вдвоём делали? Железо, да? Отлично. Отлично. Ну всё, идём обратно. Остаётся только найти выход. Ну, дыхалка у него мощная. Поэтому плывём. Тут, наверное, тоже что-нибудь найти можно. Вроде туда. Нет, не сюда. Я уже даже не знаю, как я сюда попал-то вообще. Во, наверное, здесь оплыл. Что-то так темно. О, тихо. Вон, 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 вон. А нет, подожди, не здесь. Это я вернулся обратно. Походу, я вернулся, да? Давайте вот здесь попробуем проплыть. Вот он, выход. Даже свет падает, видно. И мы благополучно возвращаем копьё кефала, которое я нашёл. Вот здесь, по сути, мы сейчас поднимемся. И это место тоже, можно сказать, уже будет обыщено. Почему тоже? У меня вроде больше никаких мест нет, у которых я обыскал. И карты где там? Баран, ни хр... Ой, ты чё? Волк поганый, а? Мягкая кожа. Погоди-ка, это вроде не то место. Мне не сюда надо. Надо вон туда. Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами всё тот же. Сами. Ну вот мы и добрались до этой женщины, которая просила копьё кефала, и мы его нашли. Олексиус, ты хочешь поговорить о копье? Да. Славно. Скажи, копьё у тебя? Считай это моим даром храму. А награда? Ох, я в долгу перед тобой. Если мы как-то можем помочь тебе или твоим друзьям, приходите. Я буду ждать. Отлично! По стопам богов миссия выполнена. Ни хрена дали, конечно, опыта. Тысяча триста. Раздак. Наносимый урон. Вырос запас здоровья. Способности, наверное, тоже надо прокачать, да? Сколько у меня очков? Где ваши очки показаны? А вот, одно я вижу. Там где-то я видел, что это урон на триста восемьдесят повышает. Это где было? А, вот здесь. Соберитесь силами, чтобы нанести особенно мощный удар выбранным оружием. Легендарный удар ногой, который отбрасывает противника назад и наносит 160% урона воина. Вот это, я думаю, надо прокачать. И вот так вот говорить. Это Спарта! Цифра один будет? Тоже, кстати, можно прокачивать на три уровня. Ну что, отлично. А, стой, погоди-ка. А сюда вот что надо одевать? И у меня еще нету шлема. Убийца 464 урон, воин 22. Почему так мало? Наверное, потому что у меня как бы меч разбойника. А, это вообще на охотника. Это на убийцу. Надо убийцу было прокачивать, вообще, а не воина. А я могу человека какого-нибудь пнуть вообще? Кто здесь будет жертвой мега-пендаля? Э, стой, мужик! Женщина, точнее. Подумаешь, дядю кунул. Ладно, все, извините, пожалуйста. Это произошло случайно. Ну что, с вами был Терминатор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Мы дальше будем проходить Ассасина со всеми заданиями. И будет интересно. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok